Здравствуйте! Сегодня я готовлю очень вкусные хлебные пончики к чаю с начинкой из шоколада. Сначала готовлю панировочные сухари. Для этого измельчаю кукурузные хлопья в крошку. Размер крошки регулируйте сами. У меня получились вот такого размера. Присыпаю в емкость, в который затем буду обваливать наши пончики. Также готовим кляр из одних яиц. Просто яйца слегка взбить вилочкой. По желанию можно добавить сахар, но я этого не делала. Еще нам потребуется шоколад. Берите такой, который вы любите. У меня молочный шоколад Аленка и хлеб. Хлеб у меня тостовый, можно взять просто с добу, даже будет лучше. Итак, берем хлеб, на один кусочек кладем шоколад, прикрываем вторым и начинаем продавливать. Но это так, как должно было бы быть. Но у меня получился вот такой вот курьез, когда верхний кусочек хлеба у меня треснул. Вязать я ничего не стала. Это для того, чтобы вы были готовы к такому повороту событий. Теперь просто вдавливаем кусочек шоколада в нижний кусочек хлеба и начинаем стаканом продавливать. В этом случае уже хлеб у нас не прорвется. Это вот первый нюанс, который я вам хотела показать. Ну и прорезается не очень хорошо. Возможно, у меня толстый стакан. Это тоже я в дальнейшем исправлю. Ну и смотрите, хлеб у меня не склеился. По идее, он должен был бы склеиться. Но, наверное, не совсем такой свежий хлебушек. Что я теперь делаю? Я просто промазываю краешки вот той смесью яичка, которая была взбита. И надеюсь, что, когда я положу второй кусочек хлеба и начну прорезать стаканом, оно у меня склеится. Давайте посмотрим, что же у меня произошло. А произошло следующее. Мой хлебушек все равно не хотел склеиваться. Но по задумке авторов, все это должно было, конечно, склеиться. Но мы нашли другой выход. Просто я взяла вот так вот и руками насильно и нахально склеила. Это кажется, что вроде как бы оно не склеивается. На самом деле оно хорошо соединяется. И поэтому предыдущий кусочек я точно так же взяла. И промазала яйцом и склеила, руками соединила. Поэтому, когда будете готовить, будьте готовьте тоже к такому моменту. Специально, еще раз повторяю, не стала вырезать, чтобы вы были готовы. Но, поскольку прорезается не очень хорошо и у нас кусочки не склеиваются, поэтому я решила просто сделать отдельно стаканом кружочки по одному. И потом уже работать таким образом, что беру кусочек шоколада, вдавливаю в один кусочек, кружочек, вернее, хлеба, хлебный, промазываю его яйцом, промазываю второй кусочек хлеба и потом соединяю и слепляю. Ну, то есть вот таким вот образом. Я так поняла, что хлеб должен быть достаточно свежим, мягким, который сам по себе будет склеиваться. То есть хлеб, который уже немножечко полежал в магазине, он вот таким образом у вас навряд ли склеится. Вот тот кусочек, который у меня немножко треснул, я так слегка смазала яйцом и тоже так, ну, как бы соединила. И все получилось нормально. Поэтому будьте к повороту таких событий и не расстраивайтесь. Все у нас получится хорошо. Далее на сковородку наливаем масло. Масла должно быть достаточно для того, чтобы нам обжарить наши пончики с двух сторон. Итак, наши хлебные пончики мы обваливаем в яйце, ну, и в панировочных сухарях. Ну, дальше уже теперь все понятно и довольно-таки просто. И обжариваем с двух сторон на растительном масле. Масло должно быть разогретое. И как только подрумянится с одной стороны, переворачиваем на вторую сторону. Сильно долго не зажариваем, потому что все продукты практически у нас готовы. Ну, а шоколад за это время успеет, конечно же, у нас расплавиться. Посмотрите, какие красивые получаются у нас пончики. Вот, слегка зарумянились. Такая хрустящая корочка у них образуется. И они получаются очень и очень вкусными. Ребятишкам это очень нравится. Да и взрослым тоже мы с удовольствием попили чаю. Выкладываю на тарелку, застеленную салфетками бумажными, чтобы часть жира все-таки ушло. Посмотрите, какая прелесть получается внутри. Это просто объедение. Поэтому готовьте, не бойтесь каких-то неправильных нюансов, которые у вас могут получиться. Это очень вкусно. На этом все. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Ну, а я на этом с вами прощаюсь. Всего вам доброго. И до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...